всем привет смотрим как тачка выглядит на земле не в гараже ну арки вырезаны от естественно все придется под шаманить вот то есть приварить обратно вот жопу подопустить будто вот раздатка торчит с карданом нанесуть жопа пусть чуть пониже вот тому что станет мотор чуть-чуть морд тоже подопустит плюс арки пока сделаю вот и жопу пониже пильнем быть ништяк серии по жигулям пока что перекладываются на срок ремонта бмв вот я себе взял нужно мотор перебрать тоже будут ролики вот ну в принципе нормально где нравится вот так что скоро все будет нужен починить бмв для езды каждый день на очень уж сильно дымит он прогорел поршень так что так ну что погнали снял крышку и понял что мотор грязный до того момента как здесь произошел тотал мотор мотор был грязный масло не меняли вот вот крышка вообще грязная вот а сейчас вот пока я ехал с воронежа я сюда уже залил литров 20 масла потом на трассу еще там тащили короче взлет он масло в огромных количествах вот я вам так скажу все очень грязные вот сейчас я дальше разбираю как бы мне нужно снять головку снять поддон поменять один поршень вот тому что как бы это будет типа мини капиталки такой без росточки и цилиндр с задирами будет короче так вот чувствуется коллекторами вроде геморрой как говорят мы посмотрим что к чему процесс самом разгаре снял впускной коллектор как бы но не сказать что сложно но как бы постараться пришлось тут все в масле это вообще жесть хорошо что я сюда залез все буду разбирать отмывать вот я хочу чтобы все выглядел красиво красота первый цилиндр может быть сейчас настроим свет может быть что-то будет видно вот там клапана это грязь сейчас налетел вот второй цилиндр нормально а вот третий цилиндр того даже масло но его видно плохо конечно но она там есть течет тут то же самое и 6 аналогично все в масле весь впуск в масле много всякого дерьма тут вот все очищать отмывать тут все разберу даже если это не надо все равно это сниму потому что так будет удобнее место будет побольше вот комфортно там лапа и и надо будет открутить открутить нужно будет вот ту лапу которая там чтобы поднять мотор и соответственно особо сильно не откручивать балку рулевую рейку стабилизатор ну чтоб все подразобрать вот да вот что-то я тут не понимаю конечно система без разъемов из рампа зажиганием напрямую за контакт с основной проводкой хочу снять не могу что за фигня что за бмв чего они там курилька дать все делали вообще не понимаю вот так жива нас я не стал до конца его откручивать пока что вот но откручу цепь в принципе нормальный она здесь как будто на не болтается как вот у всех отбывает сюда раз она вот нормальная вот эта цепь да тут есть люфт но она не поднимать сверху а это прям вот жестко стоит то есть относительно еще все живы я так понимаю вот ну приступаем дальше еще очень много дел снял впуск а вот радиатор какой здесь был это очень страшные дела я не понимаю как эта машина вообще не сгорела вот ну не зря там поршень прогорел по любому был перегрев какой сейчас возьмем сеточку и попробуем по убирать ну смотрите убирается легко прям во впуск туда его пока подальше короче потом и свет сделаю ну вы поняли пиздец собственно постели вот это первое на палец не ощущается вот это естественно на самом вале есть выступ но тоже не ощущается постели в отличном состоянии вот ответные части все блестит вообще все в идеале на валу выработки и абсолютно никакой нет все чистенько вот то есть вообще просто в идеально есть это царапина не царапина такие вообще еле еле заметные на глаз о гидрике все были твердые то есть ничего не цокал все нормально было весь играем здесь в пакете лежит вот там катушечки я прикупил 800 рублей чтобы кольца по-человечески сделать прокладки на впуске оставляю старые ну экономия можно так сказать они еще мягкие пружинистые как бы нормальные я думаю походит помыть все ну отмывать здесь дофига придет здесь такой нагар столетний просто здесь никто ничего никогда не мыл по ходу ну и у тачки пробег 360 тысяч и мотор я вот скрываю дальше клапаны крышки впервые не вскрывали ничего не лазили даже ванас был по заводу то есть не откручивался без герметиков без всяких все как положено подразобрал вал и снял механизм газораспределения по конструкции ну все вы знаете что мотор на бмв лежит боком как бы логично предположить что именно в эти колпачки больше всего масло сыт самое главное не потерять гаечки м7 под ключик на 11 это просто я офигел конечно от того что здесь такие применяются технологии ну конечно не как в жигулях но все же как бы это очень интересно не перестаю удивляться как бы состоянию постелей мотор хавл масло 10 литров на 100 километров пока я ехал даже больше постели просто в идеале значит получилось сохранить остальные агрегаты в отличном состоянии не задирчиков ничего давление в этом моторе однозначно есть по постелям вот и выпускные постели есть какие-то такие потертости вот верхних тарелках но в этих верхних бугель очках но все равно как бы на палец ничего не ощущается вот ну никто не исключает пока там все это притрется вот вот вал вообще в идеальном состоянии я просто не понимаю мотор жрал масло можно было вообще без проблем заставить его стучайте башка в идеале как так непонятно но я же думаю что это все хорошо раз так происходит правильно значит и ниже я только заменю вкладыши шатунные а коренные я оставлю потому что ну как бы чтобы снять коренные вкладыши нужно скидывать мотор ну или коробку ну очень много дел надо снимать как бы я один в гараже вот у меня не подъемника ничего нет поэтому как получится можно так сказать поэтому будем только менять шатунные вот у сам мотор не стучит там болтается третий поршень и это все вам покажу ну пока имеем то что имеем но состояние меня радует вот на жигулях там ну шестнари те же самые дамы там покупаем валы на не какая-то выработка там непонятно здесь мотору пробегу 350 тысяч все в идеальном состоянии есть какие-то такие потертости небольшие ну постель ну валы но это вообще это просто какой-то космос и знаю гидрики все целы но ничего не меняли везде одинаковая выработка ну в плане рисунок даже один и тот же на гидриках то есть на тоже не ощущается ничего то есть мотор не вскрывали вот что самое интересное то есть продавец не обманул получается не обманул о корешок приехал вся будем замерять клиренс семерки и стандартной шестерки полностью заводская достаточно или нормально все нормально вылази я реклам дела выходи выходи до 5 25 идем к семерке разрезал руку об этом смотрим как ни странно 25 вот показываю 25 вот он стандартный жигуль меряем передок так вот стоит 24 23 24 23 так что вот она все по стоку чтобы никто не говорил про то что она будет как него собственно финал очка на сегодняшний день я так понимаю а может быть и нет гбц я так просмотрел ни одной трещины вообще нет вообще ни одно я думаю что как бы это хороший признак вот но также ко всему хорошему есть все и нехорошее вот как бы сейчас покажу вот у нас поршневая да вот тут вот риски как бы есть задирочки такие небольшие вот там ну вот это мелочи короче это какой-то пробег на артут то есть цепляется это вообще жесть ну просто я не знаю это сам блок расточился наверное на два диаметра еще убить короче по идее блок под замену надо ну или точить хотя бы я не знаю ну да вот тот самый прогорелец ну там и от колец вообще ничего не остался не где-то на поддоне уже валяются так что так на остальные все вообще в идеале но выработка ее видно эту выработку не то чтобы не ощущается и видно ну как бы мне не хотелось тут разбирать это жесть я потратил целый день ну я без опыта как бы да так фокусируйся я потратил целый день чтобы снять головку просто снять головку без опыта я отломил раз три шпильки для сделать не вопрос убедился что башка цела для меня кстати даже это важнее чем блок вот и видите вот это вот но блок номерной тачку меня на учет ставить и вот подкину поршень в колечке и посмотрим что к чему так что вот так так с каждым пробег 360 тысяч это бв который я купил за 85 косарей рассмотрим головку подробнее где обильно шло поедание масла изо всех мы видим об 6 котел смотрим ну да есть там так видно плохо дальше есть там жур масла в шестом именно колпачки там вот в этих все сухо даже не намека и вот тот который очень много съел масла остальные все в отличном состоянии там не намека просто на то что там где-то с колпачков что-то подтекать будет вот видите все сухо здесь сыра и там все сухо здесь утром с колпачков но здесь и поршневая намывалась а вот маслосъемные колпачки слева новые карте к справа старый ну я не знаю фирму какая вот суть в том что тот что справа имеет отверстие больше даже вот хотя колпачки на 6 миллиметров вот так что я думаю что и колпачки послужили огромным расходом и поршень и износ общий поршневой вот так что будем менять все точить блок не будем будем в задиры вставлять новый поршень где прогоревший был будет хардкор но это все будет работать и тачка будет дымить намного меньше и жрать масло примерно будет по регламенту вот почему я так могу с уверенностью сказать потому что кольца новые которые будут ставить они даже по установочным зазором совпадают да я понимаю что эллипс не эллипс там выработка нера огромный за такой пробег но на тысячу километров а думаю литр будет нормально вот так что вот так без этого никуда ну просто поршень прогорел и колпачкам хана